Александр, всем педрознам, высокого вам подятку, занадания крылья для разминувания. Ваша допомога – это твоё життя пенсивных проектов. Разом мы сдобудем перемогу. Слава Украине! Героям слава! Только сейчас я вот запись включил. Серьезно? Да. Это зря. Это зря. Ну, вряд ли у нас получится с вами ролик. Я уже не блогерствую больше, чем год. Даже больше. А что такое, Дмитрий? Ну, изменилась жизнь, изменилась личная жизнь, там началась. Сменились условия, там коронавирус начался, там свои как бы… Ну, такие личные, в общем-то, мотивы. Стало не до этого. Стало некогда просто. Вот. Многие изменения произошло. Вот. Женюсь, собственно, вот в эту субботу. Поэтому. Не до блога встало, скажем так. Вот. Поэтому так вот. В общем-то. А вы всё блогерствуете, значит, да? Ну, разумеется. Мне канал помогает в том, что я делаю. Вот я вам, ещё до того, как я включил, разумеется. Потому что, когда закончились мои личные средства, я же до этого, до восемнадцатого года, до девятнадцатого года, я не просил средств со стороны. А семья как ваше относится к вашему вот этому всему? Жена, например, в частности? Жена плохо относится, а дети хорошо. Понятно. Дети, то есть… А жена как? Плохо относится, потому что вы как бы от семьи время принимаете, да? От семейной жизни? Ну, дело всё в том, что я, когда начал тратить, ну, как бы, свои или наши личные средства на помощь нашим военным, потому что я был убеждён, что то, что я делаю, с одной стороны, спасает жизни наших военных, а с другой стороны, даёт надежду уничтожить врага. Это то, о чём мы говорили до того, как я включил записи. Понятно. До этого вы ещё говорили, что Советский Союз – это государство кровопийца, а те, кто воюет против нас – это предатели. Против нас воюют оккупанты, предатели, коллаборанты, террористы, конечно же. А Советский Союз – это государство кровопийца, да? Совершенно верно. Только то, как я говорил, коричневые концлагеря были в гитлеровской Германии, а в Советском Союзе были красные концлагеря. И ещё я сказал, что в Советском Союзе в красных концлагерях не нужны были газовые камеры, потому что водкой заливали мозг палачам. А в Германии заботились о палачах. Ага, понятно. Вот я в этой связи хотел бы вас спросить вот такое. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно оберечь народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Вы говорили эти слова? Да. Стоя на людях? Да. С автоматом? Да. Понятно. И в руке у меня была папка с текстом присяги. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советской Социалистической Республики, как воин вооруженных сил. Я клянусь защищать её мужественно, умело и с достоинством, и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Точно, говорил. Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара всеобщей ненависти и презрения советского народа. Совершенно верно. Не думаете ли вы, что вы являетесь предателем? Более того, да, Советского Союза я предал Советский Союз. То есть вы поклялись и изменили свои воинские причины? Совершенно верно. И за это, Дмитрий, я получаю ненависть и презрение советского народа. Те люди, которые остались советскими людьми, они относятся ко мне с ненавистью и презрением. И это замечательно. И это замечательно. Меня это очень радует. Вы где-то близко к генералу Власову по убеждениям? Нет, нет. Ну, по биографии. Генерал Власов был предатель. Ну, так и вы предатель. Подождите, подождите, подождите. Я же предал не врагу. Я не был взят в плен и перешел на сторону врага. Вот. Кроме того, Власов, он имперец. Он мечтал о воссоздании Российской империи. А я мечтаю о дальнейшем развале, разложении и расчленении этого Мордора. Понятно. Я никак не могу быть. Ну, с точки зрения... Та или иная мотивация предательства, это не так важно, собственно. Власов мотивировал свое предательство одним, вы мотивируете свое предательство другим. Вы можете говорить все, что угодно. Я, так сказать, не согласен с вашим тезисом. Ну, в принципе. Ну, как не согласны? Вы же сами сказали, что да, с точки зрения советского народа, с точки зрения как бы... Именно! Я же говорю, те люди, которые остались советскими людьми, с их точки зрения я предатель. И это замечательно. Потому что Советский Союз, это был порождение дьявола, это Мордор. Ну, хорошо. Ваши родители, наверное, остались советскими людьми. Или, по крайней мере, бабушки и дедушки, которые умерли советскими людьми. Вы понимаете, что с их точки зрения вы предатель? Вы знаете, моя мама, которая родилась на Донбассе, полностью меня поддерживает. Мама, бабушка? Бабушка, никто из дедушек и бабушек не дожил до нападения Российской Федерации на Украину. То есть, с их точки зрения, вы предатель? Это сейчас, знаете, разговор ни о чем. Если бы я кому-то из них рассказал бы, может быть, слава богу, что они не дожили до того момента, когда Российская Федерация напала и развязала войну против Украины. Наверное, слава богу. То есть, если бы они дожили, они бы отнеслись с пониманием, как мама, да? Я же говорю, что моя мама очень пожилой человек, которая родилась на Донбассе в городе Артемовск, который сейчас называется Бахмут. Потому что реально Артем был террористом и совершенно, так сказать, отвратительной личностью. В городе Бахмут родилась моя мама в 1935 году. Интересно вообще. Вы, Александр, представляете собой такое при рождении советского офицера? В такого русофоба, так сказать. Вы знаете, я вот, я сейчас скажу, может быть, такую сложную штуку. Я, когда вижу многих своих друзей, которые стали офицерами в 1991 году. Российской армии, да? Ну, российской армии, то понятно. Мне один мой бывший друг писал, что я приеду, там найду, убью. Кто-то писал, что я буду чувствовать, когда в меня попадет пуля 7,62 калибра. Это вы сейчас с ними так переписывались? Нет, это я переписывался с ними в 2014 году. Сейчас я просто не общаюсь, потому что это контрпродуктивно. То есть вы разорвались, порвались со всеми, то есть такая судьба предателя, порвать все со всеми своими друзьями и как бы со всеми близкими, кто испытывает чужие взгляды, и вы как бы вот изолировались от них. Если вы считаете, что я предатель Мордора, то я с вами согласен. Я действительно предал Мордор и перешел на сторону добра. Ну, Власов, наверное, тоже считал так? Мне все равно, что он считал. Он сделал это вынужденно. Обратите внимание, я вам хочу сказать, есть очень большая разница. Власов стал выступать против Советского Союза. То есть он стал выступать против красных концлагерей, тогда, когда он попал в плен, и, к сожалению, под вашим же вот этим вот триколором, он стал, так сказать, выступать, приняв сторону коричневого концлагеря, коричневых концлагерей за гитлеровскую Германию. А я, ну, по-вашему, предал Мордор совершенно добровольно. Со мной никто, меня никто в плен не брал. Я был поражен, насколько похоже действия Гитлера, действия вашего Путина на действия Гитлера с вот этим вот всем русским миром, с аншлюсом, с вот этим вот имперством, вот этим всем. Им я был поражен, насколько, ну, не то, что даже простое население Российской Федерации это приняло, как когда-то это приняло население гитлеровской Германии, немцы. А я был поражен, насколько интеллигенция, насколько в подавляющем своем большинстве так называемая русская, российская интеллигенция, люди разных национальностей, но которые причисляют себя к русской интеллигенции, насколько, так сказать, низко они опустились в моих глазах и вообще, насколько они проявили себя в морально-нравственном, их облик проявился. Я никогда не думал... Это по поводу Крыма, да? Крым, Донбасс, ваше, ваше вообще восприятие этой войны. Вы должны, как бы, понимать, что Власов, конечно, да, попал в плен, а вы попали просто под интенсивное воздействие пропаганды, которое, ваше взгляд, сформировало к 14-13 году определенным образом, вот. И когда... И это было незаметно, пока вы общались со своими друзьями, может быть, на отвлеченные темы. А когда произошло вот это вот, возвращение Крыма, так называемое, да, и война на Донбассе началась, вы восприняли это в рамках модели, которая у вас уже в мозгу сидела. Я стал бороться в Харькове, помогать бороться в Харькове против русского мира, который приехал к нам в Харьков. Вы поддержали Майдан, скорее всего, вначале, да? Разумеется, да. Хотя сам, к сожалению, не участвовал. Ну вот идеология Майдана, она как раз в том, что мы не вы. Именно. Именно, Дмитрий, да. Изначально вы открестились от всего, что близко, так сказать, вашим бывшим друзьям в России, потому что они-то считали, как бы вас, относились к вам не так и воспринимали ваши российско-украинские связи как один народ, грубо говоря, да? Как вот сейчас идет спор, один народ, не один народ. А вы уже, будучи в Украине, уже под воздействием украинского купола, пропаганды, так сказать, вот этого, вы уже воспринимались совсем по-другому, вам накачивали годами, годами вас, вам внушали, что это, что там мордор на самом деле, что там коммунистический мордор, что ничего хорошего с ними у нас никогда не было, что они нас всегда притесняли, что они грязные, что они пьяные, что они безалаберные, что они там агрессивные, что они там все на свете, плохие. Плохие, 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 плохие. И в конечном счете, ваше мнение сложилось, и оно... И оказалось правильным. Это оказалось правдой, Дмитрий. Ну, нет. И то, что вы оправдываете всю эту войну, всю эту мерзость. Я же знаю ваши взгляды. А, ну, конечно, войну я не оправдываю, я понимаю ее. Кстати говоря, про Боинг МХ-17 не хотите поговорить? Мы с вами говорили уже. Мы говорили, вы не поменяли свои взгляды? Ну, вот вам мои взгляды. Школьный автобус, полный детей. Идут боевые действия, линия фронта. Там стреляют, перестрелка, пушки, пулеметы, все такое. Школьный автобус, полный детей. Направляют на линию фронта просто. Кто направляет? Кто направляет? Вот смотрите, вопрос, кто? Кто-то направляет на линию фронта, дай его. Некий регулировщик говорит, тебе туда ехать, давай. И он туда едет, в него попадает снаряд. Вопрос, виноват в гибели детей тот, кто стоял у пушки и стрелял из снаряда, или тот, кто отправил туда автобус? Смотрите, ваша сторона, вы замечательно ответили, ваша сторона развязала эту войну, направила бук и сбила пассажирский борт. А что с автобусом? Так кто виноват? Тот, кто без пушки стрелял, или тот, кто в автобус, автобус направил туда? И как государство, государство, ваше государство, еще раз, развязало эту войну? Если бы не грязные, вонючие лапы имперские вашего государства, этой войны бы не было бы вообще. Ваша страна развязала эту войну. Это ваша страна пыталась и в моем Харькове создать Харьковскую народную республику. Это же не местные балбесы, это же не местные балбесы. Я харьковчанин, я видел, как это все делалось. Это же к нам завозился этот русский мир на братских автобусах. Мы это прекрасно знали. А что с автобусом-то? Так вот я еще раз говорю. Виноват кто? Кто виноват? Ваша страна. Ваша страна, ваша страна виновата по всем пунктам. Вот отвлеченная ситуация, это в Африке происходило все. В Африке все это происходило, история со школьным автобусом. Кто виноват в гибели детей? Та страна. Тот, кто стрел у пушки или тот, кто отправил автобус? То есть не или-или, та страна, которая развязала войну, направила эту пушку, дала приказ этим балбесам стрелять из этой пушки и выстрелила, ну вроде как бы не в ту цель попала. Ну это же ваша страна развязала эту войну. А кто цель-то туда подвел? А кто подвел цель? Кто подвел цель? Ответьте на этот вопрос. Кто подвел цель? Вот мне интересно, кто подвел цель? Этот рейс. Кто туда знали, что летит? Отлично. Кстати. Знали, что есть бухгалка. Отлично. Отличный вопрос. Смотрите. Голландцы, голландская сторона делала вид, что ничего не происходит. Им было все равно. И простым людям, голландцам, Нидерландам, в Нидерландах, когда они отправляли из Амстердама этот борт в Куала-Лумпур, они делали вид. Ну, вроде как Украина подняла потолок, потому что никогда на этой высоте при помощи российских ПВО на такой высоте еще ни разу не сбывали. Сбивали. На высотах 6 километров сбивали. 6 километров сбивали. Вы прекрасно все знаете. То есть это уже не ПЗРК? Это уже не ПЗРК. Но... Значит, что-то было. Было. Украине знали об этом. Знали. Так, обратите внимание. Так вот, обратите внимание. Так, кто отправил? Кто отправил? Украина отправила этот самолет? Ну, а чей диспетчер туда повел самолет? Разве диспетчер вел этот самолет, говорил этому самолету, давал этому самолету разрешение на взлет? Нет. Украинский диспетчер давал разрешение на взлет этого самолета? Украинский диспетчер решает, куда лететь самолету. Туда или туда? Именно. Именно. Он может направить самолет другим маршрутам, зная, что там сбивают. Правительство. Зная, что там сбивают. Там до этого всегда, несмотря на боевые действия, продолжались полеты самолетов, потому что наша страна не знала, что ваш Мордор направил туда БУК. А как же она не знала, если на шести километрах уже сбивали самолет? Ну, это же не из БУКа. Не из БУКа стреляют. Не из БУКа. Совершенно верно. Ну, например, стрела. Стрела. На шесть километров может сбить. Я имею в виду, стрела 10. По-моему, нет. Вот честно скажу, не знаю сейчас. Не буду говорить про ТТХ. По-моему, стрела 10. Вот есть такие зенитные ракетные комплексы. Которые не работают, могут сбивать на шести километрах и не могут сбивать на десяти. Так вот, смотрите, именно ваша страна за день до трагедии, за день до трагедии она закрыла воздушное пространство для своих самолетов. Потому что ваша страна знала, что вы туда направили БУК. А мы не знали. Ваша страна ужива и подла. Украинская сторона знала, что Россия закрыла свое воздушное пространство. Но со своей стороны это пространство не закрыло почему-то. Почему украинское руководство не приняло такого решения? Замечательный вопрос. Это представьте себе, как маньяк, который набросился на жертву свою в темном парке, маньяк, на суде будет заявлять. А что же вы, твари, парк не закрыли? Я же там охочусь в этом парке и до этого нападал на людей. Это маньяк, маньяк, убийца, убийца, маньяк, который это сделал, на суде обвиняет городские власти в том, что они не закрыли ему парк, что он уже там просто не убивал, а просто нападал. То есть, ну не 6 тысяч, не 12 тысяч, не 11 там 800, не 11 километров, а 6 тысяч. То есть, просто была попытка нападения, говорит маньяк, а вы, говорит, городские власти, почему же вы мне парк не закрыли? Вы понимаете, так сказать, какое-то днище, когда убийца обвиняет городские власти, убил свою жертву и обвиняет городские власти, что они не закрыли для него парк. Ну вы же сами говорите, что попадание было неумышленным в самолет, причем здесь маньяк. Кто-то проводил стрельбы в парке, да, кто-то проводил стрельбу, вот, какую-то там, не знаю, стрелял по мишеням или почему-то, кто-то перестрелил, бандиты между собой проводили перестрелку. Ну так правильно, ваша бандитская, ваша, хорошо, бандит, бандит, бандит развязал стрельбу в парке, бандит, бандит, террорист. Потому что это ваша страна направила, переправила через границу, через границу, вы, вы, через границу переправили этот бук в необъявленной подлой войне, и вы будете рассказывать, что это... Это помощь повстанцам, это помощь повстанцам. Это ваша страна, братская страна, своими братскими буками, это ваша страна помогает своим вооруженным силам, вашим вооруженным силам, которые вы называете повстанцами в российской военной форме, с российским оружием, за российские деньги. Вы называете их подлинненько, называете их повстанцами, ваша страна развязала эту войну. Александр, ну все, все, успокойтесь, вы кричите громко. Ситуация со школьным автобусом, кто виноват в гибели школьного автобуса? Тот, кто направил автобус? Ваша страна, да, виновата. Тот, кто направил автобус? Или тот, кто стрелял из пушки? Я же говорю, тот, кто развязал войну, тот, кто развязал войну, тот, кто эту пушку незаконно переправил через границу, тот, кто дал приказ стрелять куда-то, вот тот и виноват. И вы должны обязательно, как немцы в Нюрнберге, понести ответственность за это преступление. Александр, смотрите, украинский самбоинг сбили, да, в Иране, почему-то вас волнует гибель голландского самолета, а гибель украинского, которая произошла позже. Но вы же не иранец, если бы я разговаривал бы с гражданином Ирана. Вы бы ему сказали, что вы будете не соответствовать. Да, я бы сказал бы ему... Вы считаете, что иранцы будут нести ответственность за... Более того, обратите внимание, Иран признал сбитие, что это была ошибка. То есть преступление в том, что не признато. Подождите. Не признано. Иран, обратите внимание на разницу, что такое цивилизованная страна и что такое мордор. Вы, ваша страна до сих пор лжет. Подделывает доказательства. Не признала. Приведите пример лжи нашей страны про Боинг. Про Боинг. Ваша страна лжет про самолет Ту, который летел из Сибири в Израиль. Компания С-7. Подождите, про Боинг. Который был сбит ракетой в 2001-м. Почему обязательно про Боинг? Про Боинг, приведите пример. Александр, был сбит самолет Ту вашей страной. Это разговор сейчас ни о чем. Ваши вражены силами. Есть данные о том, что... Украина не признала. Не признала. Так у нас же для этого есть основания. А какие основания, если известно, что ваше сбили? Кем известно? Это были совместные учения. Из того места, которое дается... Кто прием неизвестен? Подождите. Из того места, о котором идет речь, наши источники говорят, подождите, но дальности не хватает. Там не хватает дальности полета ракеты. Было же признание неформальное. Неформальное признание. Так это же мы взяли на себя вашу вину. Официально не признали. Официально не признали. Это вы взяли наше вину, оказывается. То есть тут... Мы взяли. Это же были совместные учения. Вы сейчас переводите... Смотрите. Нет. Вы сейчас... Почему тогда не произошло такого процесса? Может быть его провести по самолету Ту, кто сбил? Расследовать все. Выяснить. Почему именно поэтому? Американцы сбили самолет Airbus. Сбили его. Иранский самолет. Погибли люди. Где были суды? Где было вот это все? Кого судили? Кого наказали? Объясню вам. В вашей стране было бы, возможно... Я считаю, что это было бы подлостью. Но ваша страна могла бы... С одной... Это как? Могла бы... Виноват в том, что они признали. Ваша страна могла бы формально сказать, что это какой-то... Ну, так сказать, мордор на это никогда не пойдет. Это сразу ломало всю вашу ложь о том, что про их там нет. Ваша страна могла бы сказать, что это там, я не знаю, какой-то лейтенант Пупкин угнал БУК 53-й зенитно-ракетной бригады и рассказывать этот бред, что его там пропустили пограничники. Что там, я не знаю, что это его личная инициатива. Но ваша страна пошла по пути лжи и вы прекрасно понимаете, что это БУК... Вы, Дмитрий, прекрасно понимаете, что это БУК 53-й зенитно-ракетной бригады. Вы, исходя из контекста того, когда вы пытались это оправдать, вы прекрасно понимаете, что это БУК 53-й зенитно-ракетной бригады. Я допускаю, что это может быть БУК какой-то бригады, Александр. Я допускаю, что в теории может быть все, что угодно. И даже в этом случае я считаю, что виноват тот, кто знал, что БУК переправлен. Допустим, вот... Мы не знали, наша страна не знала, что БУК... Откуда у вас такие данные, что наша страна? Публикуются прослушки, переговоры, публикуются отслеживания этого БУКа. Все публикуется. Раз оно есть, значит, оно было в распоряжении СБУ там того, сего, кого-то. Значит, руководство Украины знало об этом. Этот БУК был настолько быстро передислоцирован, что он же, почему ваши балдесы взбили Боинг? Ничего вы не знали. Отправили Боинг и думали, что там ничего не будет. Конечно, это Украина отправила Боинг. Специально под Снежное. У меня нет сомнений в этом. У вас нет сомнений в этом. Более того, я вам скажу то, о чем вы, может быть, не знаете, но готовился военный самолет к вылету и по тому же самому маршруту готовился, зная, что в украинском генштабе есть кроты, так сказать, которые России передадут эту информацию, специально готовили к вылету самолет и отменили вылет. Это аналогичный, похожий, так сказать, но транспортник военный. И отменили вылет этого самолета в последний момент, зная, что по этому маршруту пойдет пассажирский борт. Откуда знали? Откуда была такая информация? Была такая информация. Есть такая. Поищите. Так вот я же говорю, дело все в том, что мы же никогда не думали о том, что ваши идиоты приймут, перепутают Ан-26 и четырехмоторный, и Боинг-777. Александр, именно на это и был расчет. Это ваши домыслы, это рассказы, это же я говорю, рассказы маньяка, это рассказы маньяка о том, что вы мне не закрыли парк. Аналогия с маньяком не верна, потому что маньяк действовал умышленно, а здесь самолет был сбит случайно. И под удар подставили пассажирский самолет, хотя планировали сбить военный транспорт. Изначально вот эти вот ракетчики, если они были там какие-то, условно... 53-й зенитно-ракетной бригады. Да, хоть 53-й. Братской зенитно-ракетной бригады. 54-й, 54-й. 53-й. Ну, неважно, номер... Поселок Ленинский, под Курском. Хорошо, хорошо. Вы все это... Я понимаю прекрасно, что вам про все это рассказали по телевизору или где-то там еще. Нет, не по телевизору. В интернете, в интернете все вы узнали. Но суть в том, что как бы вас прекрасно, ваше руководство знало прекрасно, что все это. Есть прослушки, есть информация, да. Они располагали информацию о том, что идет какая-то, какие-то средства ПВО идут, да. И они специально, чтобы устроить такую провокацию, я в этом убежден практически. Точно, заказали этот Боинг, сказали Боинг, изменили маршрут Боинга. Нет, может быть даже и не изменили. Не изменили. А, может изменили, а может не изменили. Детали я не знаю, но я уверен, что это было сделано умышленно. Умышленно что? Потому что на территории Украины... Умышленно Боинг отправили из... На территории Украины отвечает Украина за безопасность полета. Разумеется, разумеется. Так вот, смотрите, когда будет суд... Валить не на кого? Валить не на кого, конечно же. Но ваша страна, я же говорю, что вы хотели, так сказать... На территории Украины отвечает за безопасность полетов Украина. Боже, какая подлость. Это не подлость, это правда. Подлость произошла, когда туда пассажирский борт отправили. А та страна, которая... Да-да-да, Украина не направляла этот Боинг. Помощь постанцам. А ваша страна направила БУК. Помощь постанцам, да, потому что... Своим вооруженным силам. Потому что их бомбили самолетов, их обстреливали. Ваши вооруженные силы подвергались атакам самолетов. Это ваши вооруженные силы. Это не наши вооруженные силы. Это ваши вооруженные силы. Наши вооруженные силы были силами... Братские, братские, братские российские вооруженные силы. Александр, возьмите две картинки из Крыма, где наши вооруженные силы, и из Донбасса. И сравните вооруженные силы по оснащению, по форме, по составу, и вы увидите, что это две совершенно разные вооруженные силы. Почему же разные? Ну, потому что вы знаете. Смотрите, обратите внимание, как только. Казаки там какие-то еще. А я вам скажу, в чем разница. Так и в Крыму что же были казаки? А в Крыму что же были казаки? Они не участвовали в боевых действиях. Они участвовали только в гражданских опьяхах. Все уже. Вот. Так вот, так вот, как только пошло наше сопротивление, в тот же момент подлая, подлый Мордор стал говорить, что это не российские войска. Якщо иде активный супротив, якщо иде знищення оцієї Мордорской військовой машины, вони ніколи не нападають тоді, коли вони очікуют нас сопротив. И все это изменилось. И моя аналогия, друзья, с маньяком, вона дречна. А они все знают. И тому наше отношение до росыянской интеллигенции повинно должно быть таким, которые они заслуживают. Мы все это бачили. Дякую вам, друзья. Допомагайте. Допомагайте делать активный сопротив, защищать наших військовых. И знищевать сопротивника. Друзья, мне деякий час не будет. Я еду в отряджение по справам. Я приеду, тогда расскажу, что как наши справы, что мы делаем, что можно будет рассказать. Дякую вам, друзья. Дякую вам за вашу помощь. Будь ласка, помогайте.